Это новости Дагестан. Здравствуйте, я Хатима Буталибова. И вот некоторые темы. Эмираты Дагестан. Мосты дружбы и сотрудничества. В республике с рабочим визитом побывал посол арабской страны. Подробности через минуту. Очень много проектов, которые мы сможем реализовать в будущем. Не могу сказать, что есть договоренность. Это наша первая встреча. Мой первый визит в республику Дагестан. Но я заверяю, что со своей стороны, как посоль, посольство, сделаем все, что от нас зависит. Дагестан. Незаконный майнинг в горах. Силовики провели оперативный рейд в Унсукольском или Вашинском районах. Новые технологии в дагестанской медицине. Об уникальной операции хирурга в республиканской клинической больнице. Смотрите в выпуске. Фиксируем один индекс к другому индексу. Для удобства работы одним и разом. Плотно стоит. Туда-сюда не входит. Такой вколоченный. Сейчас посмотрим по плотности, какой он. Усман Урмагомедов покоряет Белаташ. Дагестанский боец возглавил рейтинг легковесов второй по значимости лиги. Глава Дагестана Сергей Меликов и посол Объединенных Арабских Эмиратов в России Мухаммад Ахмад Аль-Жабер в Доме дружбы провели совместное совещание. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества и взаимодействия в разных социальных направлениях, выгодных как республике, так и арабской стране. Перед этим зарубежный гость подарил дагестанским сиротам ноутбуки к предстоящему новому учебному году. Подробности в сюжете Хамза Нурмагомедова. Второй день прибытия в Дагестане чрезвычайно и уполномоченного посла Объединенных Арабских Эмиратов в России. Накануне Мухаммад Ахмад Аль-Жабер вместе с главой региона постил местные достопримечательности и предприятия сельского хозяйства и промышленности. А сегодня в Доме дружбы прошло итоговое совещание представителей Арабских Эмиратов с членами правительства по вопросам активного сотрудничества в разных сферах. Проекты, которые мы сможем реализовать вместе, это в области сельского хозяйства. Так как отметили мои коллеги, что Дагестан экспортирует мясо в Объединенные Арабские Эмираты, Надеюсь, что мы будем работать над увеличением количества. Можно работать совместно в области образования, как отметил министр образования, в области туризма. Я уверен, что Дагестан интересен и Северный Кавказ, интересен будет эмиратским туризмом. Очень много проектов, которые мы сможем реализовать в будущем. Не могу сказать, что есть договоренность. Это наша первая встреча, мой первый визит в Республику Дагестан. Но я заверяю, что со своей стороны, как посоль, посольство сделаем все, что от нас зависит. Ну а не только туризм. Мы сегодня рассмотрели и вопросы условий для преодоления угроз продовольственной безопасности, которые для всего мира сегодня являются проблемными, в том числе поставку и экспорт в Эмираты той продукции агропромышленного комплекса, которая у нас есть. Мы рассмотрели вопросы сотрудничества в промышленной сфере, в сфере промышленного производства. Безусловно, здесь нужно детализировать эти вещи, в том числе на уровне формирования мировых цен на ту продукцию, которую мы даем. Это абсолютно правильно. Но мы в этой конкуренции, наверное, готовы участвовать с учетом потребностей или пожеланий наших партнеров. Мы рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере образования, о чем господин посол уже сказал. Ну и, безусловно, наш, я считаю, такой очень хороший бренд нашего многонационального Дагестана – это сотрудничество в области культуры, искусства и иных отношений, которые позволили бы нам быть друг к другу ближе. Мы обговорили и вопросы участия наших проектов в праздновании старетия Расула Гамзатова, и вопросы проведения дней культуры Эмиратов в Республике Дагестан, ну и, соответственно, обратных визитов в Эмираты со стороны наших коллективов, которые, как, например, Лизгинка, уже имеют представление об Эмиратах, и в Эмиратах очень тепло принимали. Спасибо. В рамках запланированных в Дагестане мероприятий гостей из Объединенных Арабских Эмиратов встретились также с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Они подарили отличившимся в учебе школьникам и уже будущим студентам ноутбуки. Прошу вас принять наши небольшие подарки от эмиратских друзей. И, как вы знаете, образование в данное время очень важно не только в Эмиратах, и в России, и в Дагестане. Никто из нас не может забыть пандемию, как повлияла, и как все наши дети занимались и учились национально. Еще раз благодарю вас за ваше участие. Примите наши скромные подарки. Учитесь хорошо. Прислушивайтесь родителей. Дети – вы наше будущее. Спасибо. Дети – наше будущее, наше достояние. И это категория детей, нуждающихся в особой заботе государства. В связи с этим и в Российской Федерации, и в Республике Дагестан принимаются необходимые меры в целях реализации защиты их прав, законных интересов. Предусматриваются дополнительные гарантии, права на образование, медицинское обеспечение, на имущество, жилые помещения, дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы и многие другие льготы, которые предусмотрены и в федеральном, и в региональном законодательстве. Для нас очень важно, чтобы дети не чувствовали себя обделенными ввиду тех обстоятельств жизни, которые у них сложились, и в полной мере ощущали полноту и радость жизни, и имели в своей перспективе хорошее будущее. И мы готовы делать всё для этого от нас зависящее. Почётные гости из Объединённых Арабских Эмиратов заверили, что это их не последний визит в Дагестан. В следующий раз они планируют посетить горный край и остаться здесь на более длительный срок для укрепления и развития дружеских и партнёрских отношений. Хамз Нурмагамедов, Салмаги Тихмаев, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Очередная майнинг-ферма. С сотрудниками ФСБ и МВД обнаружена сеть подпольных майнинг-ферм. Операция силовиков прошла в Левашинском и Унцукольском районах. В результате рейда изъято свыше 1600 аппаратов для выработки криптовалюты. Выяснилось, что собственники оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности аппаратов, вырабатывающих цифровую валюту. Смертельная скорость. 17-летний подросток на мотоцикле погиб в ДТП. Авария произошла на улице Имама Шамиля в Махачкале. Молодой человек не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автомобилем. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Парень скончался на месте происшествия. Как сообщает МВД Дагестана, водительских прав молодой человек не имел в силу возраста. Безналичная система оплаты появилась на маршрутных такси Махачкалы. Напомним, введение бесконтактного способа оплаты за проезд в общественном транспорте – инициатива городских властей. Уже в 2020 году в троллейбусах Махачкалы проезд стали оплачивать с транспортной картой. На данный момент этой системой оборудованы сотни машин-компаний. Уже в сентябре их количество будет увеличено до 265. Карта на 45 поездок дает скидку в 20%, а пересадочный тариф позволит вдвое снизить стоимость каждой второй поездки, совершаемой пассажиром в течение 25 минут. Вот вам и побуждение уже остальных перевозчиков внедриться в эту систему. И второе, опять-таки, там конкурентное преимущество создавать, я буду здесь, если бы в председательном банке, если бы в части обратился бы, вот при внедрении на муниципальном транспорте первый год была сделана очень хорошая такая стимуляция, стимуляция это, даже не стимуляция, а мотивация. При оплате карты Сбербанк была скидка рубль, а если она еще была с платежной системой визы, еще рубль. Давайте проработаем. Очень много бюджетников на руках имеют карты, все бюджетники на руках имеют. Бюджетники как раз-таки одни из таких, не самых высокооплачиваемых, какие будут. Вот если мы мир сделаем, ну, если вы сделаете мир, соответственно, все банки, которые у нас выставлены, то это было бы и для ваших клиентов побуждение на безоручные расчеты, и, соответственно, и для нас подвижка. Асфальтирование улицы Уродинского завершено в микрорайоне Редукторной. Строительно-монтажные работы проводятся на ряде объектов по обе стороны проспекта Насрудинова. Мероприятие проходит в рамках комплексного благоустройства городских территорий. Также к скверу близ банкетного зала «Восточная Пальмира» ремонтируется подвизная дорога. Нанечная разметка, уложен асфальт, приведено нормативное состояние тротуары. Данная улица соединяет аллеумедиков со строящимся сквером в этом году, который мы благоустраиваем по проспекту Насрудинова в районе банкетного зала «Восточная Пальмира». Талант хирургов и уникальные технологии. Инновационный метод по удалению камней из поджелудочной железы с помощью аппарата последнего поколения стали применять дагестанские врачи. Мешательство минимальное, а время проведения операции сократилось в разы. Патимат Ханапова объяснит, в чем суть методики. Новый аппарат «Спайглэйс» несколько месяцев назад появился в ведущих клиниках мира, а теперь данная методика поставлена на потоке в Дагестане. Этот эндоскоп гораздо тоще своего аналога. Он проникает в самые труднодоступные части органов. Конструкцию дополняют рычаг управления и цифровой видеочип высокого разрешения. Это позволяет поставить точный диагноз. Его можно провести через инструментальный канал материнского эндоскопа, то есть боденоскопа, в протоке желчеводящих путей и прямо визуализировать патологию. В данной ситуации это конкременты, то есть камни желчеводящих протоков, трудноудалимые при обычной методике. Она позволяет визуально подойти к конкременту и под визуальным контролем подвести лазер и при помощи лазера фрагментировать конкременты на более галкие куски, которые потом вымываются в процессе процедуры. Метод этот в основном применяется при лечении заболеваний желчевыводящих путей и поджелудочной железы. Первые пациенты Республиканской клинической больницы номер 2 уже смогли пройти диагностику. При необходимости после проводится дробление камней и их безопасное извлечение. Фиксируем один индекс к другому индексу. Для удобства работать одним операцией. Плотно стоит, туда-сюда не входит. Такой вколоченный. Четко видно тоже. Один камень надо превратить в песок. Вот он его дробит. Щадящий метод особенно важен для людей пожилого возраста, которые чаще всего нуждаются в такой операции. Новая технология помогает избежать ошибок, а следовательно и ненужных опасных вмешательств. Патимон Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Махачкала. Боец Усман Нурмагомедова сглавил рейтинг легковеса в Лиге Беллатор. Обновленный список опубликован на официальном сайте промоушена. Брат Хабиба Нурмагомедова на прошлой неделе одержал четвертую победу под баннером известного американского промоушена. В первом раунде на турнире в Вашингтоне он нанес поражение американцу Кристоферу Гонсалесу. Всего в активе дагестанского бойца 15 побед в 15 поединках. Возглавляет рейтинг двойной чемпион Беллатор в полулегком и легком дивизионах бразилец Патрисио Фрейре, которому дагестанский миксфайтер уже бросил вызов. Дагестанские вольники выступят на Всероссийской Олимпиаде в Казани. Турнир в столице Татарстана пройдет 25-26 августа. В заявку сборной команды вошли 45 бойцов, среди которых все лидеры, включая триумфаторов Олимпиады в Токио, Абдурашида Садулаева и Завура Угуева. Заключительный этап подготовки спортсмены проведут в Кисловодске. Смотрите нас на Яндекс.Дзен и ВКонтакте. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!